В Бурлинском колледже с целью профилактики преступности среди молодежи прошла встреча со студентами. В ней приняли участие сотрудники правоохранительных органов, теологи и преподаватели учебного заведения. Согласно плану Генеральной прокуратуры, страны в настоящее время в регионах проводятся разъяснительные работы с целью повышения правовой грамотности подростков, приобщения их к нравственным ценностям, предотвращения преступности. В этом направлении в районе проводятся различные мероприятия. Так, в Бурлинском колледже студентам было рассказано о фактах преступности среди подростков и молодежи, в том числе о наркозависимости, ее вреде и последствиях буллинги. Целью встречи было разъяснить студентам и несовершеннолетним последствия противоправной деятельности, связанной с преступлениями, наркотиками, воровством, несоблюдением безопасности дорожного движения и буллингом. В ближайшее время мы продолжим наши встречи с подростками, студентами по этим темам в нашем районе. Не всегда молодые люди, изучая религию, выбирают правильное направление. Однако, если у вас возникнут вопросы, лучше не искать ответы в социальных сетях, а обратиться к специалистам, служителям мечети, было сказано на встрече. В мероприятии также приняли участие сотрудники полиции, юные спортсмены, защищающие честь района на соревнованиях, которые подчеркнули важность занятий спортом и образованием. Незнание закона не освобождает от ответственности. Это главный принцип, которому мы учим наших студентов. И сегодня мы организовали в расширенном формате правовой час, куда пригласили представителей правоохранительных органов, соответствующих компетентных органов, которые дали оценку ситуациям, встречающимся в нашей жизни, дали определенную информацию, полезную для наших студентов, ну и, конечно же, ответили на ряд волнующих вопросов. Студенты оценили важность подобных встреч среди молодежи. Это помогает им сделать правильный выбор в жизни. Я много усвоил на сегодняшнем мероприятии, как наркотики вредят здоровью. На видео нам показали, как молодежь из-за наркотиков разрушает свою жизнь. В настоящее время местные исполнительные органы и районная прокуратура продолжают работу в целях профилактики преступности среди несовершеннолетних. Екатерина Шмидт, Марат Жумагалиев, Алихан Ясказеев, Агжаек, Акпарат.